В принципе, нужно просто привыкать к тому, что всё, что ты делаешь, может быть истрактовано в любом контексте. Это как вот в обычной жизни. Вот на кухне сидят, вот вы говорите, баллонки или кто-то ещё. Говорят гадости друг другу. Просто теперь это публично. Как вас зовут, простите? Меня зовут Иван. Иван, а ведь понимаете, в чём дело? Это справедливо. Кого-то за что-то не любят. И я тоже кого-то за что-то не люблю. Я ведь не требую любви к себе. Я её не требую. Я хочу ответа на вопрос. Когда мне человек конкретный говорит, ты мерзавец такой-то, такой-то. А я хочу его спросить, а что я тебе плохого сделал? Вот я как раз про это. Вот смотрите, есть конкретная ситуация. В сети есть клип, где на Никиту Михалкова совершается нападение. Вещь там разбойная. То есть кинули яйцом или что-то ещё. Это клип, записанный на видео. Вирусное видео. Его смотрели миллионы человек. Значит, в ответ Никита Сергеевич сходит со сцены, значит, два человека держат этого, поймали, значит, мальчика, который кинул это яйцо. И Никита, значит, бьёт его ногой по голове. Значит, на камеру. То есть, вот смотрите, в принципе, я могу понять Никиту Сергеевича. С одной стороны. Потому что когда тебя засветили яйцом ни с того ни с сего, ты пришёл с людьми поговорить. И сидит какой-то человек непонятный, да? Но с другой стороны, люди, которые вас не очень любят, когда они видят этот ролик, они получают подтверждение тому, что вы и есть тот самый вот человек, про который говорил Пархоменко. Я согласен. Я с этим согласен. Мало того, мало того. Значит, а почему вы его ударили по голове-то? А? Почему вы не сдержались? Почему вы не сдерживались? Я очень хочу увидеть вас в такой ситуации. Просто мне интересно, как вы себя поведёте, когда... Мне просто интересно. То есть, вы встанете... Знаете, замечательный анекдот. В детском саду страшно начали ругаться дети матом. Страшно. И пришли родители, говорят, в чём дело? А директор садик говорит, я не знаю, вот у нас тут чинили электричество, вызвали дядю Колю. Я говорю, что такое? Ничего. Я держал лестницу, а толик наверху паял. Ну и на меня стало капать за шиворот олова. Я говорю, послушай, Николай, неужели ты не понимаешь, что раскалённое олово, которое мне капает за шиворот, доставляет мне некоторое неудовольствие? Вот вы понимаете, это вот привозить то же самое. Почему вы не сдержались? А потому что было бы их пять человек, я бы туда полез. Держали бы его восемьдесят человек, я бы туда полез. Я в этом случае абсолютно не... Я даже не оправдываюсь. Я говорю о том, что в этой ситуации человек может повести себя неадекватно. И тот, кто эту ситуацию провоцирует, должен быть к этому готов. Значит, понятно, нас разделили. Вы знаете, я бы сказал, не навязывайте людям нормальным вот эти новые подлые законы. Понимаете? Это не новые подлые законы. Вы знаете, это не законы природы. Понимаете? Устраивать компании, троить человека, это не законы природы. Понимаете? Нет никакой компании. Нет никакой компании. Есть разные вещи. Есть интернета, как зона свободы. И спасибо ей огромное. Это есть компания травли своих противников. Нет компании травли. Нет никакой компании травли. Нет. Нет, там баня утра, что вы говорите мне? Сергей, простите, пожалуйста. Смотрите на себя. Иван, сейчас присядет на меня. Вы обвиняете меня. Никита, вы думаете, я его сейчас ногой ударю, да? Одну секунду. Он будет жить. Одну секунду. Иван, сдерживайтесь. Я сдерживаюсь. Смотрите, я стою и разговариваю с ним. Я разговариваю с ним. Иван, сдерживаюсь. Я разговариваю с ним. Иван, а теперь представьте себе, если вы только, вы так среагировали на то, что кто-то говорит не то, что вы думаете, и как вы думаете... Он обвинил меня, что я участвую в кампании против вас. Да, я так думаю. Дайте это сказать глухонемому. Вы посмотрите, как вы среагировали. Иван, Иоанн, послушайте меня. Вы только что среагировали так, на то, что человек сказал то, что вам не нравится. А если бы он в вас скинул яйцо... Он меня обвинил. Сергей, все-таки ответственность в том числе и... Он меня обвинил, что я получаю деньги за то, что вас... Спасибо, мы вас услышали, мы говорили довольно громко. Ваня, держись. Я за тебя. Перед своей совестью. Вот, Иван, простите, что... Я понимаю, что мы сейчас все вас заклевали, но... Понимаете, ваша реакция... Ивана заклевали. Это вы при мне. Он нападает. Мне кажется, что как раз то, как Иван, вы сейчас себя ведете, он иллюстрирует главную функцию живого журнала в том числе. Дать выход своим эмоциям. Вы знаете, в чем дело? Вот особенность этой новой среды состоит в том, что мы на самом деле никто не управляет этим процессом. Это неуправляемый процесс. Это хаос. Собой мы в состоянии управлять? Каждый сам. Нет, нет. Да, закончили. Остановите свои говнолеты. Понимаете? Вот, понимаете? Вы остановите ваш единственный маленький говномет. Я вас уволю. Ну что, Иван, перекрывайте. Вот это по-нашему. А то все банионит, банионит.